Всем привет! Сегодня у нас в Охотника.нет очередная новинка от английской фирмы Bracock. Это Bracock Commander. Винтовка очень новая, представлена на выставке была 2019 года в Германии. Винтовка. Доску ей пробить совершенно никакого труда не составляет. И две доски, и в принципе она может и три доски пробить, достаточно толстые. Чем хороша эта винтовка? Она в принципе заслуживает внимания с той стороны, что она не только мощная, но она очень точная. То есть основные победители на международных соревнованиях, на чемпионатах мира, в США, в Европе и в принципе в Южной Америке, в Латинской Америке, спортсмены используют и доверяют компании Bracock. У нас модель самая последняя, у нас модель Commander, Magnum Commander, то есть она у нас идет с длинным стволом 600, у стандарта идет ствол 430, весит такая винтовка всего 3 килограмма 100 грамм, что я могу назвать очень легким весом, просто потрясающе легким. И она идет в версии Highlight, этот Commander всегда в Highlight, то есть здесь облегченная кевларовая колба стоит. Тут 10 камор под пули, калибр у нас 5,5. Что у нас помимо этого есть в этой винтовке? Ну сейчас выстрелим в хронограф. Получилось порядка 300 метров в секунду, мы не напрягались, как ее взяли, так и стрельнули. Пули спортивные GSB 1,175, винтовка может гораздо больше и гораздо более тяжелыми пулями. Самое ее преимущество относительно всех винтовок, наверное, и российского импортного производства, это то, что она может вам кучу сделать на 100 метров порядка 1 сантиметра. То есть вы можете при должном навыке, при должных условиях использовать эту винтовку на соревнованиях и бить все рекорды всех конкурентов. Вам будут завидовать. Винтовка не дешевая, с ценой винтовки вы можете ознакомиться на сайте. Здесь болтовой взвод, крутой американский обвес от фирмы, которая зарекомендовала себя очень хорошо с точки зрения тактических различных нововведений для армии, английской и американской. Это фирма FAB Defense. Тактический приклад здесь регулируется, складывается, то есть можно во всяких промежуточных делениях, соответственно, все это дело производить. Вот, в принципе, баночка Coca-Cola у нас использовалась. Вы не смотрите, что винтовка настолько длинная. Здесь установлен модератор, который, к слову, в комплекте не идет. Вместо модератора винтовка лежит в коробке с заглушечкой. Сейчас я покажу, какой. И еще есть некоторый аксессуар. То есть заглушка у нас вот такая. На резьбу УНФ 1-2 она полностью вмещается в коробку с этой заглушкой. И есть вот такой классный стильный пламя-гаситель. Стилизованный под пламя-гаситель на дульник. Вот с пламя-гасителем она смотрится уже более компактно, более стильно. Здесь очень удобный болтовой взвод. Вот такой вот ручеек. Можно, кстати, стрельнуть еще разок для эффекта. Вот такая вот винтовка. Сейчас как раз заправим от портативного компрессора винтовку с помощью родного штуцера и нашего переходника под крик. Заработали вентиляторы сразу у компрессора. Здесь магнитная такая заглушка. Вот видны магниты. Как у Дейстейта. Ставили штуцеры. Поехали. Я думаю, минуту-две мы заправим и поедем в тирк. За минуту где-то дозаправили винтовку. Покупайте, кстати говоря, именно вот у нас эти компрессоры портативные. Потому что это самая последняя модель. Они новые, не греются и быстро качают. Остерегайтесь даже не столько подделок, сколько менее качественного товара. Он стоит чуть дороже. Не экономьте на своем все-таки увлечении. Помимо всего прочего, она отличается от шведских победительниц соревнований, уже заслуженной, это краун и импакт, тем, что она имеет реально магнум мощность. То есть она, наверное, процентов на 30 мощнее, чем и фиксы. При этом сохраняется фирменная английская точность, как у всех винтовок Дейстейт. Как мы знаем, это лучшие винтовки в Европе. И сейчас многие спортсмены именно им отдают предпочтение. Что еще можно рассказать про эту винтовку? Чем она круче вообще всего, что есть? Это, во-первых, тут у нас два манометра. Один манометр показывает редукторное давление. Редуктор можете отрегулировать, не разбирая винтовку. Тут есть болт, через который все это регулируется. Редуктор тоже очень крутой, фирмы Huma, английский. Ну, можно сказать, самый лучший редуктор. Второй манометр показывает уже давление основное, которое у вас в колбе. Винтовка расходует воздух экономный. Экономный достаточно. Повторюсь, здесь болтовой взвод, регулятор мощности четырехступенчатый. То есть, если вы стреляете на 20, на 25, на 50 метров, вам не имеет смысла никакого устанавливать его на максимум. Вам вполне хватит. И это дело сократит все расход воздуха. Спусковой крючок у нас в двух плоскостях регулируется. То есть, его можно назвать спортивным. Предохранитель не автоматический, флажкового типа. Вот такой сделан под спуском. Пальцу, кстати говоря, не мешает. Даже вот сейчас спуск отведен в крайнее положение вперед. Обычно его немножечко заводят в заднюю часть, в тыльную, в сторону приклада. Вот. В комплекте идет один только магазин. Он у нас тут, кстати говоря, уже установлен. Ну, вы это могли видеть, иначе бы я не смог стрелять. Помимо этого, для спортсменов у нас идет лоток для одиночной стрельбы, чтобы не травмировать пулю. Хотя она здесь, в принципе, не травмируется через магазин. То есть, лоточка вставляется, вы по одной пульке заряжаете, стреляете. Вот. Помимо всего прочего, как мы видим, винтовка достаточно тихая, даже без модератора, который я открутил. Потому что здесь ствол выполнен в виде такой одной большой единой камеры кожуха. Установлена вот такая планочка вивера, на которую можно поставить оптику. Точнее, нужно, потому что открытых прицельных нет. Снизу у нас тоже на цевье тактическая маленькая планка вивера для сошек или для какого-то другого оборудования, которое вам, возможно, пригодится на охоте. Вот. В принципе, классная винтовка. Кстати, в комплекте идет родной фостер. Он у нас на компрессоре сейчас, на портативном. От которого мы, собственно, и заправим эту винтовку. Ну и хочу еще раз напомнить, что винтовка конкурент всем, скажем, премиальным винтовкам, которые сейчас у нас представлены. Действительно, прямой конкурент. И ее работоспособность вы скоро увидите, во-первых, в тире. Во-вторых, вы это сможете посмотреть в таблице рейтинга мировых соревнований. Что с Прококом выигрывают чемпионаты очень многие. И стволы здесь что надо. С охотника на этот Прокок. Продолжение следует...